Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Есть планы по приватизации и продаже других аптек и аптечных пунктов. Однако обязательно будет учитываться социальная составляющая. Сеть госаптек будет сохранена в районах области, где частнику работать невыгодно. Всего в прошлом году от приватизации имущества получено более миллиарда рублей. Это на 15 процентов больше показателя 2014 года. Программа Экономика. Жители 10 поселений распорядятся 10 миллионами из бюджета. Минфин Кировской области начинает отбор заявок на участие в проекте «Народный бюджет». В его рамках местные жители получают возможность поучаствовать в распределении части бюджетных денег. Будет отобрано 10 поселений, каждая получит грант в 1 миллион на свои проекты. В прошлые годы участники проекта, например, смогли благоустроить свою территорию, парк в Амутнинске, построить спортплощадку в Яранске или лыжную базу в Уржуме. Экономика. На 101 АФМ. Муниципальные закупки в Кирове, вторые в рейтинге прозрачности, глава городской администрации Александр Берескоков передал начальнику управления муниципальных закупок Сергею Казаковцеву полученную в Москве награду за второе место в рейтинге прозрачности закупок 2015. Как сообщают в мэрии, исследование проводил Всероссийский центр национальный рейтинг прозрачности закупок. Оценивались почти 500 заказчиков, 86 из которых крупные муниципальные образования. Киров попал в число лидеров в группе «Гарантированная прозрачность», где занял второе место. В завершении курсов валют на сегодня доллар стоит 76,39 рубля, официальный евро – 84,08 рубля. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.